Итак, народ, здорово! И с вами снова старый добрый Диман Масл. И сегодня я хочу вам, перед тем, как я отправлю все эти чехлы, которые уже купили, сделать вам на них видео обзор, собственно говоря. Потому что мне сказали, что на ютубе в основном вода, и нихера не понятно. Значит, первым делом, что я хочу сказать. У меня выбор следующий. Есть там силиконовые чехлы, понятно, классика, да? Обычное недорогое решение, хорошее. Есть чехлы, у которых внутри замшевая поверхность. Это сразу большой плюс, огромный плюс. Потому что если она не замшевая, особенно если она вот такая вот карбоновая, твердопластмассовая, без вот таких вот углублений, да даже если с углублениями, вот этот жесткий пластик, он все равно натрет вам телефон. Там будет попадать пыль, и она натрет такие белые мелкие точечки. Это будет так, поверьте. Только вот такая замша спасет вас от того, что реально не появятся царапинки по всему периметру. Более того, вот чехол пятака, да? А вот сам телефон. Вот посмотрите, если он вот так падает на угол, да? Знаете, что происходит? Деформируется металлическая рамка, так, и ударная волна сразу же идет, куда? Правильно, на стекло. Понимаете меня? Почему фокуса нет? Идет на стекло сразу. Оно, разумеется, лопнется. Так что вам самое главное защитить углы телефона. Понятно, что если мы возьмем какой-нибудь такой чехол УАК, вот с такими вот уголками, да? Вот так вот мы его утопим. Телефон всегда, когда летит, понимаете, всегда, когда летит, какой-то, как бы он в плоскости не был у нас в полете, да, в пространстве, у него всегда один какой-то угол будет чуть ниже. Либо так, либо так. И если он вот так касается пола, да, то он всегда касается уголком. И чем больше вот этот уголок наплывает на экран, тем больше у вас вероятность того, что ударная волна не пойдет по экрану. Поэтому уголки должны быть хорошие, они должны закрывать экран. Пленка, стекло, неважно, это вообще не защитит. Вам главное не допустить деформации корпуса, чтобы ударная волна не пошла в экран. Это от этого спасает только чехол. Никакое стекло, никакая пленка тут вам вообще бессильно. Поэтому, очевидно, лучшим решением от падений это будет чехол с толстыми углами. Пускай УАК, пускай не УАК. Главное, чтобы уголки были толстые. Бывают силиконовые чехлы за 300 рублей, которые просто на уголках такие утолщения. Все, такая же защита. Что касательно, в принципе, чехлов УАК, но они переоценены. Вот я сейчас продал это за 1500 рублей, при том, что цена на Авито по 6000 этих чехлов. Но это дерьмо, как по мне, потому что он очень большой, очень тяжелый. Если вы прям постоянно роняете телефон, а телефон дорогой, то да, он того стоит. Но он неудобный. У него плоские вот эти вот грани. Он сам по себе пипец какой толстый. Он сам по себе пипец какой тяжелый. Да, может выглядит он бурдально и круто, но поверьте, это прям, ну прям туго. То есть это прям с таким ходить, ну очень неудобно. Улетает сама по себе большой телефон. А тут у меня вон рука вообще не коснутся пальцы друг друга никогда. Соответственно, есть более легкие решения, например, такие, как вот такой вот Нилкин. Тоже достаточно ударопрочный чехол, плотненький, тверденький. Ну вот смотрите, в принципе, тоже наплывает на уголки. При этом у него грани скругленные, сам он не такой толстый. Камеры тоже закрываются на это, обращайте внимание, чтобы на стол камеры из чехла не торчали. И, соответственно, вполне хорошее, оптимальное, пожалуй, что решение. Он из достаточно мягкого пластика, натрет, наверное, внутренностями он не сильно рамку. Одобряю. Что касается чехлов карбоновых и пятака. Ну это дерьмо. Уж если вам просто защитить заднюю стекляшку от царапин, то да, это пойдет. И камеры, чтобы не торчали, чтобы они по столу не елозили. Да, это пойдет. В том плане, что камеры у вас закрыты, вы вот так будете класть телефон на стол, камеры не торчат, камеры не поцарапаются. Хорошо. И от каких-то легчайших падений, вот таких, он, да, защитит, конечно. И, в принципе, если им не елозить, он сидит плотно, может, он даже не натрет рамку. Но, скорее всего, натрет, потому что он жесткий и должен бы натереть. По опыту натирают только так. Но, дело в том, что, видите, он совсем не защищает углы. Ну, где фокус-то, е-мое? Что, на фолт снимаю, не может сфокусироваться. Ну, что за дела? Фолт, ау! Давай! Ну! Да, е-мое, вы что, издеваетесь? Короче, вы видите, что он вообще миллиметр толщиной. Ну, очевидно, что какой бы это кевлар ударопрочный вообще там не был, то при падении на угол, ну, очевидно, он пропустит эту ударную волну, и говорит о том, что он почти не наплывает над экраном, и, конечно же, вот эта вся фигня, она тут же промнется, и у вас тут же пойдут трещины. Пятак, она вообще не защитит от падений. Вообще нет. Экраны, вот здесь все углы голые, вот эти вот штуки все голые. Да, он классный тем, что он не ощущается на телефоне, вы не поцарапаете стекла камер, вы не поцарапаете бортики камер, вы не поцарапаете заднюю крышку. Но рамку вы поцарапаете пылью, и от легких потений он защитит. Все, это все его преимущества. И также учитывайте, что у новых Пятак, у них магнитный держатель от старых Пятак не подходит. Вот, например, к этой нужен новый магнитный держатель. Есть просто карбоновые чехлы. Вот Пятака стоит тысяч шесть, а вот эта стоит тысячу полторы. Вот лучше взять за полторы такую же карбоновую керню, она точно так же не защитит от падений, точно такая же на ощупь, как по мне. Но они чуть-чуть все разные бывают у них. В целом, не сказать, что Пятака чем-то приятнее, чем вот этот, у них разные бывают эти карбоновые подделки. Какие-то даже более приятные, чем пятака Какие-то менее приятные, чем пятака По-разному оформлен блок камер Вот такой лучше не брать, его протирать сложно Здесь протирать камеры будет полегче Лучше бы вообще это был один единый вырез Вот, но суть в том, что Защитать он будет так же фигово Но насколько будет, настолько и будет Но при этом он стоит дешевле Такой же легкий и незаметный на телефоне По идее в руках это ощущается действительно классно Есть люди, которые вообще не носят чехол Вот им я пятаку рекомендую Потому что это все-таки лучше, чем совсем без чехла И от каких-то падений это все-таки защитит И, что я рекомендую максимально Лучшее решение от Димана Масла Вот реально лучшее Это я так делаю, когда у меня телефон моноблок Я бы так делал на фалде четвертом Но на них нету, сейчас секунду На них нету кожаных чехлов В него мы убираем телефон А, это на 22-й кстати телефон Кожаный чехол Ну ладно, расскажу на примере 22-го У него бархатная эта штучка Нифига не натрет вам ни рамку, ни ничего Здесь по периметру кожа Она не натирает, это прекрасно Более того, камеры в нем утоплены Кнопочки в нем вынесены Отдельно металлическими вставочками Видите это? То есть они приятно нажимаются туда внутрь Это классно, что отдельно кнопки Потому что здесь они как бы Ну это ж ерунда вот эти вот вставки Ну это как бы не прикольно на такие жать На пятаке просто кнопки никак не защищены Здесь кнопочки под чехлом Но при этом для них отдельные вставки И сам по себе чехол Он достаточно наплывает на уголки И его толщина 2 мм в принципе защищает от большинства падений Плюс он мягкий, он хорошо рассеивает ударную волну Поэтому я рекомендую использовать именно кожаные чехлы Но это лишь мое мнение Тут все на вкус и цвет По защите понятно, что УАК лучше Питака легче Но оптимально взять кожаный Он легкий, он легче чем тот же вот этот Нилкин Намного легче, раза в два Защищает он примерно так же А на ощупь он и в руке приятней Но изнашивается наверное посильнее Поскольку кожа, но в принципе оригинальной кожи Долго держатся чехлы Но бывает облазит Вот, ну короче думайте сами Аминь